здравствуйте вы смотрите проект в гости сегодня поговорим о таком необычном виде спорта как регби вместе с представителями первой профессиональной команды в этом виде спорта это клуб владивостокские тигры его директор александр нехорошков и капитан команды даниил шестаков здравствуйте добрый день владивостокские тигры первая профессиональная команда по регби сформированная в приморском крае в результате тщательного отбора в ее состав вошли спортсмены из красноярска перми москвы и владивостока подготовку к своему первому сезону клуб начал в условиях самоизоляции тем не менее уже в этом году владивостокские тигры сыграют в высшей лиге по регби и премьеры лиги по регби 7 спасибо что пришли к нам в гости и первый вопрос наверное самый очевидный почему регби здесь приморье где о нем многие слышали но наверное мало кто видел на самом деле на вопрос создания профессиональной команды клуба созрел уже давно поскольку в крае есть шесть команд которые на любительском уровне уже давно играют в разный формат и в пляжное регби и регби 7 более 40 человек вовлечены в этот процесс вот и ребята самостоятельно на собственной инициативе значит пытались как они могли развить этот вид спорта нужно сказать что они достигли определенных результатов они в прошлом году на кубке командующего черноморским флотом заняли почетное считаю третье место призовое ну и уже в конце прошлого года в ноябре при поддержке губернатора приморского края олега николаевича кожемяка при участии спонсоров партнеров было принято решение о том что необходимо аккредитовать федерацию регби приморского края что и было сделано кратчайшие сроки и о том что необходимо уже наверно прийти к тому что создать профессиональный клуб его укомплектовать набрать тренерский штаб игроков и представлять приморье владивосток в частности на российских соревнованиях понятно что создание профессионального клуба с нуля это огромный труд и он такой многоэтапный один из самых интересных этапов это набор игроков тех за кого будут болеть приморские зрители расскажите как-то ну действительно процесс был наверно не сказал что трудно на нам больше был увлекательный такой проект амбициозные новые все-таки для нашего региона с ноября приступили к его реализации нельзя не отметить что нам конечно же большую и методическую практическую помощь оказывала федерация регби россии во главе с директором по развитию регби в регионах бабкиным глибом селудовичем также директор по развитию детского направления бекер павел оказывал нам большую помощь и вот скажем так на вот эти совместные усилия до привели к тому что мы уже скажем так начали ориентироваться на российском рынке игроков выстроили селекционную работу конечно же первой задачей было формирование тренерского штаба мы определили структуру определили направления в которых мы будем скажем так развивать нашу команду что нам более какие стратегии интереснее мы определили форматы мы вышли лиги заявились по регби и в премьер-лигу мы заявились по регби 7 а когда уже в воде 100 приехал главный тренер когда уже появился второй тренер команды мы приступили уже непосредственно переговорам с игроками к формированию состава кто из скажем так имеющийся пула будет у нас выступать представлять скажем так приморский край защищать честь города владелостока и владелостокских тигров не обошли мы вниманием со своей стороны конечно же и местных ребят то есть всем был дан шанс попробовать ну конечно конечно потому что ребят на самом деле сделали очень большой объем и организационной работы и как игроки конечно же они тоже добились результата поэтому мы провели сборы с участием главного тренера нашего здесь в владивостоке пригласили туда всех течение дня в разных форматах главный тренер смотрел ребят давал им определенные задания такое хорошее спортивное мероприятие получилось на самом деле вот ну и по результатам его перед тем как нам собирать игроков на сборах которые мы в зеленограде провели скажем так отобрали ну правда одного человека но тем не менее он есть да наш земляк никита кутузов который играл в регби 7 здесь влился в команду вот ребята ему всячески помогают выбора тем более них нет а сколько в активе клуба получается игроков на данный момент планируется ли небольшое расширение нам можно здесь сказать про формат да что если говорить про игру поскольку у регби 15 поле такой количественный формат этой игры то есть там 15 человек играет на поле 23 человека в заявке планируется у нас привлечение от 33 игроков в целом на данный момент у нас заключены контракты процентов на 70 но укомплектованы связи с вот таким вынужденным перерывом по пандемии мы немножко селекционную работу взяли на паузу но тем не менее мы сейчас уже доведем до этого завершения подпишем оставшиеся контракты в том числе и трех легионеров что нам позволяет правило сделать и уже надеемся что ну к первому июня у нас будет стопроцентная укомплектованность пока мы далеко не ушли от темы игроков даниил хочу спросить у вас как все-таки пролегал ваш путь в клуб тигр воде востока первые наши сборы проходили как уже александр петрович сказал в зеленограде туда пригласили около 50 человек это ребята у которых закончился контракт или заканчивается там мы сдавали тесты скоростные силовые тоже скоростная выносливость сыграли тест матч прошли полное медицинское обследование по результатам этих сборов тренерским штабом ряд игроков был выбран который составил костяк новой команды во владивостоке и с кем были достигнуты договоренности и отправились уже на второй сбор в кисловодск а вообще для вас решение приехать сюда на дальний восток это насколько его было сложно или легко принять из какого региона вы приехали я приехал из пермского края город пермь мне далось легко потому что меня помимо того что пригласили из клуба поехал сюда еще и главный тренер моей предыдущей команды поэтому я с уверенностью отправился вслед за ним да пока ему крабов не пообещали и гребешков впечатление еще свежи наверняка два месяца это совсем короткий срок как вам воде вас владивосток мне очень понравился успел посмотреть центр города посетил мысто безина на острове русский просто приморская природа удивляет завораживает очень красивые места отведал всех морских блюд сашими суши крабы все очень вкусно все очень свежо да ну и в первую очередь конечно любой мужчина приезжающего владивосток обратить внимание на массово из красивых девушек они тут повсюду просто это не помешает ли не вошел на настоящий тигр даниил вот из ваших уст так сказать из первых уст капитана команды хотелось бы услышать побольше о тренерах которые готовят команду главным тренером назначен коробейников алексей анатольевич известен многим в кругу русского рэгби играми за национальную сборную он был капитанами неси стм с которым стоял остановился пятикратными чемпионами россии и уже набрался авторитет такого хорошего тренера опытного компетентного второй тренер маклогелидзе карл аливанович это тренер по нападающим тоже в прошлом игрок национальной сборной опытный тренер компетентный строгий требовательный ну и вообще у них такой тандем образовался за которым хочется идти вперед и развиваться при всей своей зрелищности насколько затратным является такой вид спорта как рэгби нужно сказать что рэгби по своей затратной части это конечно же не как гранды на хоккей футбол там абсолютно отсутствует дополнительные затраты на экипировку она аналогично футбольной конечно же если говорить об уровне заработных плат игроков то она абсолютно вменяемая составляет там среднестатистическую на заработную плату ну да зачастую зачастую игроки в рэгби находят себе дополнительный заработок чтоб комфортнее чувствовать себя все мы понимаем что внешние обстоятельства связанные с пандемией вмешались в ход событий но тем не менее рано или поздно состоятся первые игры состоятся они здесь у нас что это будет кто будущие соперники как вы готовитесь их встретить сейчас конечно тяжело сказать потому что календарь уже понятно что сместился да наверное трудно определить кто точно будет являться соперником владивостовских тигров но до этого им должен был стать клуб из новокузнецка это металлург мы должны были сыграть на выезде а первая игра у нас должна была быть в июне также владивостовские тигры примут участие в разыгрышах кубка россии это формат в котором команда высшей лиги играет с командами премьер-лиги стыковые матчи причем одним из условий является то что команда премьер-лиги летит в домашний город соперника поэтому мы увидим здесь игру с московской славой одна из топовых команд которые третье место заняли поэтому данил очень сильно готовится усердно к матчу и не он один обещаю занести к минимуму сколько попыток 44 но я думаю нам хватит славы поддержки трибун вот кстати о трибунах даниил сказал при поддержке трибун ведь этот вид спорта должен будет завоевывать себе аудиторию своих болельщиков вот скажите как люди которые наверняка но намного больше понимают в этом виде спорта чем большинство из тех кто сейчас нас смотрит чем берет регби своего болельщика зрелищность это не тактические какие-то в первую очередь это зрелищность ну что касается мужского регида там 15 мужчин так спортивного телосложения бодаются за мяч грубо говоря там захватывают друг друга убегают прорывают линию защиты это очень зрелищно я начал этот вид спорта скажем так познавать да как обыватель просто как зрители со стороны которые раньше не уделял этому спорту виду спорта вы не столько внимания что меня поразило когда я увидел чем он как бы так к себе притягивает это конечно такой симбиоз там если говорить про футбол да то в принципе это скоростной вид спорта командный вид спорта да где там понятное правило сказать допустим там про хоккей да такая силовая игра там все в амуниции все там экипировки в защите а когда ты смотришь на регби где отсюда абсолютно отсутствует какая-либо защита кроме там но если у игроков нападения максимум может быть тонкий тканевый шлем от рассечения никогда не устал правильно 15 мужчины 8 из которых составляют линию нападения они сами по себе и очень довольно таки крупные бегают на скоростях на не менее чем в футболе и при этом в полный контакт с друг другом в борьбе за мяч врезаются борются но это конечно такой симбиоз который он не может не понравиться он не может нас дать кто-то не вызвать интереса да или расставить равнодушно я первый раз увидел в живую игру будучи в москве когда сборная команда москвы играл со студенческой команды из юар но это конечно масса впечатлений эмоции после этой игры уже ну как бы равнодушным я уже не остался все уже хочется где-то посмотреть куда-то поехать а мы совсем не поговорили про название клуба с одной стороны но вроде кажется такой достаточно очевидная владивосток тигры да но тем не менее было были ли какие-то варианты на этапах выбора как выбирали название варианты были скажем так всем миром мы их сочиняли работали но если даже обратить внимание на костюм у данила то мы как бы что в названии что брендбуке своем старались отразить и морскую тематику принадлежность владивостока к морю и тигрину скажем так тему ну радиостокские тигры потому что он тигр у нас на гербах и владивостока приморского края то чем мы можем гордиться и тигр символ с которым нас наверное ассоциирует при этом животное мощное сильное с характером опасно хозяин хозяин тайги хозяин региона ну вот мы вкладывали именно этот смысл да в название что вот поскольку мы на дальнем востоке вообще первый клуб только нам летели знали что кто здесь будет хозяин даниил приятно носить звание тиграм да 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 мы нужно много на эту тему тоже шутим у нас уже есть там свои сленги там сегодня ребятам тоже писал в кампусе да вы сейчас не только лисы но еще и тигры да в условиях того что сейчас все индивидуально там по домам тренируются вот этом как могу подбадриваю там написал всем тигры не переживайте скоро выйдем на охоту все хорошо как сейчас строите тренировочный процесс он же не может просто остановиться да несмотря ни на какие обстоятельства тренерским штабом было принято решение продолжить тренировочный процесс домашних условиях всем разослали тренировочные планы индивидуальные ребята все работают ежедневно выполняют тренировки отчитываются на тренер и все это контролирует наверняка стоит сказать о площадках на которые владивостокские зрители смогут прийти чтобы увидеть матчи в будущем что будет являться основными площадками для регби во Владивостоке да эту работу мы тоже провели мы осмотрели у нас коллеги прилетали с москвы на совместно с ними спорт объект посещали инфраструктуру изучили конечно же сразу наш выбор упал в пользу стадиона динамо поскольку это единственный стадион с натуральным покрытием который по формату по размерам подходит для игры в регби если же говорить о каких-то местных соревнованиях краевых детских фестивалей которые мы планируем которые мы будем проводить будем популяризировать регби среди деток среди школьников будем задействовать стадион строитель там хорошие новое искусственное покрытие у нас скажем так уже четко намечены планы по мероприятиям как только снимется карантин я думаю что мы уже приступим и к их реализации там наверно только одним клубом нельзя ограничиваться нужно растить здесь в приморье в Владивостоке и в других городах поколение которое придет на смену даниил если он уже он конечно их пустит направлено вот в этой связи у нас тоже уже программа разработана мы будем открывать секции в детских школах будем стараться задействовать школы олимпийского резерва и какие-то детские юношеские спортивные школы давайте для родителей которые нас могут смотреть и задумались о том каким критериям должен соответствовать ребенок для того чтобы попасть на занятия регби возрастным какие-то физические кондиции то есть для кого-то путь открыт больше в этот вид спорта или все желающие могут к нему приходить у регби это вообще спор для всех независимо от пола комплекции в регби очень много позиций и плотненький ребенок и худенький ребенок найдет себя и будет развиваться вообще наша задача первостепенная там это воспитать не просто суперзвезду воспитать просто хорошего достойного человека справедливого и очень доброго вот потому что фундаментом регби вообще заложены ценности уже веками там это солидарность уважение дисциплина скромность скромность одна из только что лучше выходить да 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 воспитать хорошего человека они тоже спортсмена потом уже идут какие-то достижения ребят олимпийский вид спорта в россии еще не так развит для ребенка это открывает много возможностей по сравнению там с хоккеем футболом конкуренция не такая индивидуальными видами спорта ну вот мы говорили в начале разговора о популяризации регби здесь в нашем регионе а в целом по россии какие у него позиции то есть у нас в стране любят регби очень любят но больше в центральной части россии до в центральной части россии в красноярске красноярске две команды генесея стм красный яр и две больших школы мы вообще академии на москве московской области очень развитые люди ходят на регби в казани в пензе здесь остаются клубы народа и уже довольно давно я понимаю где-то году в тридцатых уже в ссср появился да вот буквально прошлом году в японии проходил кубок мира по регби там наша сборная россии проводила матч-открытие как раз таки со сборной японии там просто тысячи людей пришло посмотреть в азии очень развит этот вид спорта то есть почему я думаю что и к нам такое внимание со стороны федерации регби россии помощь всякая потому что конечно же это наше географическое положение в том числе и сыграло это нам на руку потому что и южная корея китай и япония это те страны где этот вид спорта очень сильно развит в непосредственной близости от нас и я скажу больше у нас до введения карантина уже с провинции синамаки с японии было официальное обращение местной федерации о том что которым указано что они узнали об открытии владивостоке профессионального рыбийного клуба они выразили свое желание прилететь провести матчи привести студентов привести детей поиграть то есть вот как только там дословно было написано как только возобновится скажем так нормализуется обстановка возобновится сообщение там полноценно они очень хотели бы сюда приехать и сыграть эти товарищеские игры потому уже уже интерес есть и уже есть перспектива развития здорово мне остается только пожелать что все ваши планы и намерения осуществились я думаю что все предпосылки для этого есть поэтому успехов безусловно будем за вас болеть спасибо спасибо что пригласили приходите к нам домашние игры конечно ждем на трибунах теперь обязательно приду нужно же посмотреть заинтриговали а и и и и и и